Одним августовским вечером я сидел вот так за компьютером и крутил карту гугл планета Земля в поисках новых мест, куда мы могли бы отправиться. Приближался мой сорокет. И у меня давно была мысль уехать в этот день куда-то подальше от цивилизации, чтобы людей вокруг ну совсем не было. И вот между Домбаем и Архизом я заметил еще два ущелья – Аксаут и Марухская. Недолгий поиск в интернете отчетов о поездках и просмотр фотографий – то, что надо. Места не особо популярные среди туристов, толпы людей встретить мы там не должны. Ведь хотелось уединения покоя и красивых горных вершин утром на рассвете. Все в итоге так и случилось. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот и место нашей первой ночевки. В этот раз никаких гостиниц. Так как тратить время на то, чтобы как обычно к ночи вернуться в отель совсем не хотелось. Да и идея поездки была как раз в том, чтобы максимально уединиться. Мы к этому времени обзавелись палаткой, которую сейчас, как вы видите, я не умело раскладываю. Ну, третий раз в жизни, если что. Мы в ущелье Аксаут. В первый день углубились в него недалеко, так как дорога заняла почти весь день. И чтобы не заниматься всеми хлопотами в темноте, остановились в первом подходящем месте. Просторная полянка возле чистой реки. То, что нужно. Ну, почти. Ночью шум реки нам сильно досаждал. Решили в следующий раз ставить палатку дальше от нее. Ну вот, палатка на месте. Кстати, насчет палатки. Долго выбирал. Выбрал. Сейчас подстрою экспозицию. Выбрал Трамп Рок В2 трехместную. Ночевали как-то втроем в ней. Вполне удобно. Вдвоем будет вообще, я думаю, шикарно. Сейчас надую матрас. Есть специальный компрессор для этого дела. Которым я качаю шины. Беркут Р-20. К сожалению, свиньи, точнее. Эти животные ничем не заслужили этого. Вот эти нехорошие люди, которые вот так оставляют свой мусор. Они есть повсюду. Приезжая в самые красивые места, мы наблюдаем этот мусор. Тем временем супруга уже колдует над мангалом. У нас будет шикарный ужин. Правда, не обошлось без казуса. Не бывает такого, чтобы что-нибудь не забыли. Мы не взяли с собой решетки для мяса. То есть, я сейчас не знаю, как мы будем жарить свой шашлык. В общем, решили жарить мясо на сковородке. А потом прикоптить его на мангале. Выхода больше другого нет. Ну, а это строение, сами догадайтесь, для чего. Чего еще мать? Ну, а,馬ина. Да? С утра от души полетал на коптере по окрестным холмам. Летом, когда зелено, наверное, это еще красивее. Но подошедший к нам пастух сказал, езжайте дальше. Там вся красота, и горы высокие, и снег на вершинах. Конечно, едем, для этого мы и здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Следующей точкой маршрута было село Красный Карачай. Точнее то, что от него осталось. До Великой Отечественной войны здесь было порядка трехсот дворов и около двух тысяч жителей. Совсем не маленькое такое село было. Но во время войны все боеспособное мужское население села ушло на фронт. А потом и сама война пришла в эти места. Здесь шли ожесточенные бои за важные горные перевалы, путь к одному из которых проходил через Красный Карачай. В начале 1943 года территория республики была освобождена, и мирное население потихоньку начало возвращаться к привычной жизни в тылу. Но в ноябре того же года случилась новая беда. Множество жителей Карачаева-Черкесии, в том числе все село Красный Карачай, по распоряжению Сталина были депортированы в другие регионы Союза. Части жителей села удалось вернуться только спустя 14 лет в 1957 году. Но за эти годы здесь все превратилось в руины, и попытки заново обжить это место не увенчались успехом. Сейчас здесь есть только несколько животноводческих ферм, один гостевой дом и руины старых зданий там и сям. Кто знает, возможно жизнь когда-нибудь здесь снова закипит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, погода испортилась. Идет дождь, где-то громыхает гром, молнии видно. Решили остановиться пока вот на такой полянке красивой. Не доехали еще до конца. Переждем пока здесь дождь, посмотрим по обстоятельствам. Время полдень, пока остановимся здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вскоре дождь прошел и мы двинулись дальше. Следующий день был днем моего рождения, а вдалеке на горизонте уже виден был пейзаж, который был очень похож на тот, который я представлял в своем воображении, думая о том, как мы проснемся в этот день, а дни на многие километры. Кстати, да, по дороге люди нам больше совсем не попадались. Даже несмотря на то, что это была уже почти граница с Абхазией, мы не увидели даже пограничников. Вскоре дорога закончилась, и мы решили, что где-то здесь мы и заночуем. Немножко портили вид следы пребывания человека, например, вот эти развалины. Наверное, это старый пограничный пункт. Да и раньше жизнь здесь кипела. Я читал, что здесь в былые годы были действующие шахты. Мы даже нашли вот такие следы этой деятельности. И никого вокруг. Кроме вот этих животных. Их-то тут было очень много. И они явно чувствовали себя полноправными хозяевами территории. И всем своим видом показывали, что нам они тут не рады. Медленно надвигаясь на наш маленький лагерь. И время от времени оглашая окрестности своим громким мычанием. Мне пришлось даже прибегнуть к нестандартным методам, чтобы отогнать их подальше от нас. Я немного полетал на коптере прямо над ними. И они решили держаться от нас подальше. Так спокойнее. Не хотелось лежать в палатке и прислушиваться к хрусту веток под их копытами. Думаю, корова это или еще кто. Между тем, уже темнело. Нам нужно было поужинать и готовиться ко сну. Ночка, надо сказать, выдалась тогда неспокойно. Пошел дождь и разразилась сильная гроза. Настало утро. Мне стукнуло 40 и вроде нечему тут радоваться. А я был искренне счастлив. Ведь все получилось, как я хотел. Мы одни на всю округу и вид потрясающий. Высокие горные вершины с белыми шапками ледников. Огромные сосны вокруг. Бурная река шумит рядом. Кстати, о реке. Именно в этом месте река Аксаут и берет свое начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вечно малом дом, вечно пьяным. И обратите внимание, как интересно выглядит здесь река сверху. Прежде чем слиться в одну, она течет здесь множеством ручьев. Больших, поменьше и совсем маленьких. Лично мне это напомнило эдакую кровеносную систему с артериями, венами и капиллярами. Представляю, какой широкий бурный поток здесь течет весной. С утра погода немножко успела порадовать отсутствием дождя, но едва мы успели позавтракать, как он снова заморосил, и мы быстренько собравшись двинулись по ущелью обратно. Следующая и последняя в этой поездке ночевка по нашим планам была уже в соседнем, Марухском ущелье. Сейчас движемся в сторону цивилизации. Двое суток без связи. Нас, наверное, там уже обыскались. Родственники, конечно же, волнуются. А у нас цифровой детокс. Мы не знаем, что происходит в мире. Вот уже двое суток. Я представляю, сколько сейчас будет уведомлений на телефоне. А вот и первые машины. На обратном пути в этом ущелье у нас было пару примечательных моментов. Один из них – это вот такой небольшой, но красивый водопад, который я заприметил на карте. А второй – это вот такая неожиданная встреча. Мы встретили пасущихся яков. Давно хотел увидеть их вот так, в естественной среде обитания. Раньше все как-то не приходилось. Однако эти животные, как оказалось, радость нашей встречи совсем не разделяли. Как только мы захотели подойти к ним поближе, один из них, ну или одна, повел себя не очень-то гостеприимно. И мы вынуждены были натурально спасаться бегством. Хорошо, что у него рогов нет. Ну, видимо, потомство. Наверное, поэтому. В общем, в машину мы садиться сразу не стали, опасаясь, что животное в порыве своей страсти может помять нашему дастеру бока. Спрятались от него за изгородью. И эта мохнатая хитрюга просто встала возле машины и не отходила некоторое время, не давая нам в нее сесть. Но, к нашему счастью, через небольшое время она все же соизволила отдалиться, и мы, воспользовавшись моментом, быстро сели в машину. А как только завелся двигатель, Яки всем своим семейством поспешили во своясь и в лес. А этими кадрами мы попрощаемся с ущельем Аксаут и далее переместимся в соседнее Маукское ущелье. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.